Если говорить серьезно, то книга «Счастливый ребенок», я, когда ее выправлял к нынешнему изданию, я, если вы знаете, дописал туда несколько глав, посвященных к цифровому слабоумию и по СТВГ и прочим всем вещам. Вот, и я умилялся, я отправил целиком весь текст, я смотрел, где там что-то как-то, вот, и там все время телевизор, телевизор, в общем, я вычеркивал телевизор и вписывал. Вот, а мир с тех пор изменился очень. Вот, и я должен сказать, что никто не осознает, потому что темп, с которым все действительное, там, деревья расцветают последовательно, все так, без скачков. Вот, если мы берем мир технологий, вот, то там все развивается радикально, невозможно представить как. Еще совсем недавно, помните, Аватар, 3D, вот, и все такие, вот она, новая вообще просто жизнь. Вот, сейчас телевизоры с 3D не выпускают уже, и фильмы не снимают, вот, потому что посчитали невыгодной технологией. И я в Четвертой мировой войне говорю, что скоро у вас будут очки, а потом, возможно, и линзы, которые вам будут проецировать на экран все, что вы закажете. И кажется, что, когда я это пишу, речь идет о каком-то фантастическом отдаленном будущем. Но если вы посмотрите последнюю презентацию Facebook, которую сделаю, а это было весной этого года, в мае, там, месяц не прошло, то вы посмотрите, что, ну, кроме тотальной коммерциализации всех ресурсов, включая, там, само Facebook, Instagram, WhatsApp и так далее, вторая, по важности, основной месседж, ну, не месседж, это они ничего не говорят, они просто предупреждают, что у них выходят эти технологии, это VR и дополненная реальность. Значит, что это значит, что вы скоро во всех этих приложениях, во всех социальных сетях, будете не просто воспринимать контент, но он будет у вас с эффектом дополненной реальности. Они сделали, я предупреждал, что сделают очки, которые, в общем, будут очень комфортны. Они их представили, но Oculus по комфорту, у нее нет никаких причиндалов, одели, так сказать, и двигайтесь вперед. Вот. И когда я говорю, что вот это когда-то случится, ужасно, что ты открываешь новостную ленту, ну, это не в новостных лентах, да, а это уже произошло. То есть мы с вами дико запаздываем в осознании происходящего. Вот. При чем тут дети? Ну, по ряду причин. Первая причина состоит в том, что, ну, про что я не устаю говорить, мозг ребенка формируется, должен формироваться в естественной биологической среде, для которой он был эволюционно создан. Когда он начинается формироваться, его формирование проходит в среде для этого не свойственной, а гаджеты и любые, так сказать, немного, так сказать, обезьян в эволюции использовали эту роскошь в воспитательном процессе. Вот. Да, значит, но теперь представьте, они не могут оторвать глаз от iPad, от телефона. А вы забираете у ребенка телефон, и вы слышите крик, ор и страдания. Плачь Ярославный, так сказать, это наивное такое было упражнение. По сравнению с истерикой, которую закатывает ребенок. Значит, а сейчас будет VR, недополненная реальность. То есть они оденут очки, ну, стащат у вас сумочки. Вот. И она начнет им транслировать прямо вот, они будут, куда бы ни пошли, у них будет с ними кино, домино, так сказать, все. Вот. А еще теперь представьте, что еще через шаг, я вот рассказывал про это, что будут, сейчас вот мы уже научились считывать мысли, но с помощью электродов, вставленных в мозг, можно управлять по блютусу, там, мышкой на экране. Ну, для инвалидов разрабатываемых технологий, человек парализованный, ему в моторную корову вставят электроды, и он думает, что хочет кликнуть куда-нибудь, и кликает, не сдвигаясь в мозг, силой мысли, по блютусу, кликнул по блютусу. Вот. Но это просто пока, вот, но просто испытывается сигнал с определенных зон мозга, и вы можете изменять что-то в реальности силой мысли, без физического воздействия, парализованного, понимаете, да, про что я говорю? Я рассказывал, кстати, где-то, уже практически, я только это сказал, как они сделали такую штуку, забавно. Значит, представите, вам в Вену вводят такую, ну, бнюшечку, вот. Но она действует по команде. Она едет, потом въезжает вам сюда, в сосуд, в мозгу, останавливается и открывается, заполняя с собой просвет, чтобы не мешать. Ну, кровь пусть дальше уходит, нет проблем. А это же блютус и есть. Вот. Он фиксирует у вас изнутри мозга информацию с головы и передает. Ну, это начало, нано-роботы будут, я вам рассказывал, в Четвертом мировом, которые в мозге будут жить. Но это следующее. Пока вот так, но это скоро. И, представьте, ребенок не только будет с дополненной реальностью, он будет еще и подумает о чем-нибудь и это увидит. Что дети смотрят с огромным восторгом? Том и Джерри. Мультирует. Что происходит в Томе и Джерри? Ну, я как формат рассматриваю. До этого были там Микки Маусы, там и прочее. Потом сейчас, наверное, какие-нибудь розовые носороги делают. Эти, не носороги, а единороги вот. Вот что-то такое делают. Что они делают? Они по кругу бегают. Там ничего не происходит. Много-много серий подряд кошка бегает за мышкой. Что происходит с мозгом? Ни хрена с ним не происходит. Он просто тупеет. И теперь представьте, что я... Но как это комфортно. Вы помните, как вы с детьми смотрели... Ну, кто постарше, ну, погоди. Там фабула, так сказать, не сильно отличается. Там, правда, были великая музыка. Вот. Наших советских композиторов. Но, как бы, если бы все упростить, то там тоже самое... Псик-псик-псик-псик. И вот это... Надо напрягаться. Просто раз создал паттерн. И постоянно... Псик-псик. Мушка бежит, убегает. Берет. Или зайчик от волков. Берет, убегает. И домофомин каждый раз спасся. Счастье. Все. Вообще больше ничего не надо. Вы посмотрите на эти мультики. Вот они, там... Не надо критиковать, но я так деликатно. Смешалики. Я промашу, Сашу, Машу, Машу, и... Медведь, я молчу, да? А... Родители такие говорят. Ну, там такие темы... Там про смысл жизни, там, да, про самореализацию. Вы просто у ребенка, ну, так, поинтересуйтесь, что он знает про смысл жизни и самореализацию. И насколько он это... Нам-то мы смотрим, думаем, что он видит это тем же мозгом, что у нас. Мы же смотрим одно. А у него не мозг, у него там заготовка. Причем, ну, вот, как бы предельно плохая, да? Я сейчас вот скажу, потому что это ключевое, что нужно понимать про детей, про взаимодействие с ними и про воспитание. Значит, соответственно, вот эти технологии, которые прут, вот, они парализуют внимание, они вампиризируют внимание. И если мы не найдем способа ограничения влияния этих технологий на развивающийся детский мозг, то будет неразвивающийся детский мозг, вот, выразимся деликатно. И второе, почему вот то, что я говорю про технологии, важно с точки зрения детей. Важно с точки зрения детей, что мы их учим чему-то. Чему вы сейчас учите, там, есть какой-то перечень? Мы можем их учить дружбе, вот, но они общаются по эсэмэски, ну, по мессенджеру и прочей, социальной сети и прочее. Они расскажут, что, что значит. Для дружбы, ну, раньше люди были другие, нужны для коммуникации, не просто для поиграть, потому что это был способ получить кучу всякой разной информации. Непонятно, чему учить в таких примитиях, про этику, например. Вот что хорошо, что плохо. Значит, ну, я уже говорил про, что поколения разные, но вот мы представим себе, например, ну, как контекстная реклама работает, представляете? Да? Вы забиваете, например, какое-то слово-запрос, значит, выясняет машина искусственный интеллект, что вы интересуетесь там, я не знаю, гардинами, вот, и дальше вас, значит, одни сплошные гардины вокруг, да? Вы чувствуете такое, бывает, да? Значит, но он же подглядывает за вами? Теперь еще и послушивает. Да, чужие письма писать, читать нехорошо, а он читает? Ну, на самом деле хорошая штука. Ну, если он читает, все решает, мне предлагает, что нужно, ну, пока просто плохие алгоритмы, потом будет говорить, так, может, это и нормально? Как быть? Или вы Алису какую-нибудь колонку поставите, семейную, это я все время шучу над семейной Алисой, не слышу, это шутка у меня. Приходите к семейной Алисе, ну, дома, Алиса, знаете, колонка. Подходите к ней и говорите, а она семейная, она подключена к девайсам, и вы спрашиваете ей, Алиса, привет, Алиса, говорите, а где она была вчера, с 16, да, с 17.30? А выписку по счету, там, случайно, зашла в магазин, да? Вот как это будет? А это скоро так будет, потому что вы этого не удержите. Это другой степень откровенности, другой степень, другая степень, ну, вообще по-другому. То есть вот даже морально-нравственные какие-то вещи, которые раньше казались, ну, такими понятными, незыблемыми, там, и так далее. Сейчас. Или вот, например, тут бессмертие сделают. Ну, чего? Вот. Да. Или смогут просто продлевать жизнь. Вот, например, вот, вот я вот сейчас более моральную дилемму вам. Ну, в целом, продлевать жизнь, дело нехитрое. Ну, в целом. Но продлевать жизнь мозга пока хитрое. И вот, допустим, что технологии, продлевающие жизнь, ну, просто невероятно развиваются, то есть рака нет, лечим, сосудистых заболеваний нет, лечим, а амилоидные бляшечки, так сказать, в неокортексе нарастают. И вот вы имеете кучу здоровых альцгеймеров, которые там вне Алене и вообще. Ну, то есть. Но бессмертные. Но бессмертные. Ну, даже мы сейчас, если я бессмертие не беру, вдруг нельзя. А вот так вот, да? И вот, 150 лет, последние 150 лет она и он в альцгеймере. Вот. Вопрос. Усыплять или не усыплять? Это вот кто сталкивался, ну, там, кто не знает, тот думает, ерунда. А вот кто сталкивался к несчастью с подобным, когда на протяжении, там, десятилетия у вас пациент, родственник на руках с альцгеймером, с отразительным характером, ну, потому что это одно из возможных проявлений, который вообще творит все, бог знает что, поджигает квартиры и так далее, его не оставишь. У вас здесь стоит вопрос. Как из заповедей не убей? Знаете, вот даже в этом контексте, я, ну, как бы, я уже не говорю про какие-то там, про любовь до гроба, вот это, где им его прописали, этот гроб-то, и они видели, нет? Ну, вот, но все. То есть у нас есть набор вот этих каких-то представлений, как воспитывать детей, и полное непонимание, как их воспитывать. Ну, что им доносить? Или, ну, я уже не говорю профессии. Вы знаете, какую профессию дать новорожденному в тысячи, в 2019 году? Что он там будет учить через свои 20 лет? Через 20 лет сколько будет? Это блогов уже не будет. Так, через 20 лет сколько? Через 20 лет, а через 2039? Да, это уже бессмертие, вот, и кибергенизация полная по курсе его. То есть все люди превращены в киборг, в киборг. Вот, в 45-м все вообще кончается, да, вы в курсе? Я люблю так шутить. А я не шкурпат, а самая физическая программа, но это не я, это Куртьфеев. Билл Гейтс говорит, что он лучше всех знает и умеет предсказывать будущее. Не знаю, кто врет. Но неважно. Значит, вот к чему, какая профессия будет? Блогером? Так не будет блогов. Если я смогу, представьте, ну, ту же самую технологию. Мы визуальные животные, да? Значит, мне на, на, на этот, как его, на, не на сетчатку, а просто на глаз, в общем, ну, линзу, да, обычная линза, да? Раз, ставите. А камера может быть установлена где угодно. Там, я не знаю, на голове воробушка, у игрока супербола, который бегает в этот, как его, чего-то забивает. Там, вообще, где угодно может находиться. Ему блогер зачем? Вопрос просто, будет ли это игрок супербола, или это будет лучше и куда более интересно, если это будет игрок нарисованный, в виртуальной реальности, который вы не можете отличить от настоящей, и который делает такое, что никакой игрок реального супербола сделать не может. Причем рисует это не программист, а рисует эта программа. Итак, кем становиться ребенку? Непонятно. Мне кажется, ему нужно стать тогда человеком, который будет писать программу. Который будет писать программу. Так вот вы, это вы наши обычные. У нас есть идея, что нужен создатель. Вот что для чего-то, чтобы создал, и чтобы такое сложное возникло, нужен создатель. Неважно, какой. Значит, фишка в том, что создатель не нужен. Если вы создаете программу, она в какой-то момент своего развития начинает продуцировать другие программы. Вы именно такие программы. У вас есть программа, она называется ДНК. Она там не хитрит, как у этих программов 0.1, а там 0.1, 2, 3, 4. Все, как бы список. И вот она, вот это воспроизводит все. Остановиться не может. Все. Ну вот. Нет нужды, чтобы кто-то приходил. Вот. Да, значит, возвращаясь к нашим детям. Непонятно, чему учить, непонятно, что передавать. Вот. И вот информационная, это катастрофа, которая тоже будет наворачиваться со страшной силой. И я вот последнее, самое важное, что хочу объяснить, то, что меня все время спрашивают, ну нормально, ну что, он смотрит развивающие мультики, да, там, то, все, пятое, десятое. Значит, я уже давным-давно в этой книге, еще до того, как я туда дописал про все цифровое безобразие, я пытался объяснить такую вещь, что когда вы рождаетесь с вашим этим распорекрасным мозгом, да, он в 10 раз меньше, чем мозг взрослого человека, но клеток там даже больше, чем в вашем взрослом мозге. Собственно говоря, в чем фокус? Ну, условно говоря, клеток Х, да, значит, через 20 лет будет Х минус там 30%, но это было в объеме 1, а это в объеме 10. Что случилось? Что вот за магия такая? Такое же количество клеток, меньшее количество клеток и занимает больший объем. Связи между клетками. То есть мы рождаемся с совокупностью просто нейронов, которые друг с другом не умеют разговаривать. Они не умеют настолько разговаривать, что ребенок не может держать голову. Он не может поймать ничего, куда хватается. То есть там вообще просто они пока еще в принципе с друг с другом эти не разговаривали нейроны. И дальше годами происходит процесс, когда эти нейроны начинают друг к другу протягивать ручки, как в книжке про детскую, я уже написал книжку, я рассказывал про это, нет еще? Ну, не важно. Вот, да. И она протягивает ручки, и этих ручек очень много, в 10, а то и больше раз больше, чем самих тел нейронов. И вот нам надо, чтобы они протащили ручки из нужного места в нужное место, чтобы они не росли, прошу прощения, из другого места. Да? И для этого нужна практика в фактической, физической среде. Нужно ощущение предметов, нужно их знание на вкус, нужно удары башкой в тяжелые предметы. Ну, вот, нужно много всякого разного опыта, чтобы эти клетки, которые все это будут воспринимать, создали модели, которые позволяют мне какими-то разными способами вести себя в разных ситуациях. Ездить на велосипеде, писать ручкой, я не знаю, плеваться в потолок, я не знаю, ну, какие-то кучи действий надо же делать, правильно? Вот. Да. Значит, соответственно, вот и мы что делаем? Это первое. Это не все. Значит, проблема состоит в том, что можно протянуть ручки в ближайшие области. Ну, то есть, вот у вас клетки моторной коры соединились с клетками моторной коры. Как вам от этого будет? Вы сможете писать? Нет, правильно, потому что для того, чтобы писать, вы должны понимать, видеть, это зрительная кора, да? Вы должны чувствовать ручку, это сенсорная кора, вы должны знать слова, это слуховая кора из соответствующего центра речи, и еще куча всяких разных вещей. Ловлю ведь. Поэтому руки-то, нейроны, должны протянуть друг к другу не по месту жительства, а раньше так считалось. Раньше вот основная проблема, ну, не проблема, а как говорят, нейрофизиологический был, что клетки объединяются друг к другу в рамках соответствующих зон мозга. Карты рисовали, поля всякие разные вычисляли, там и так далее. Почему это делали? Потому что единственный способ изучения мозга было вскрыть головную черепную коробку живого человека и потыкать в нее электродами. Но вот 25 лет назад, понимаете, научились видеть отношения между клетками в живом работающем мозге. И вот я вам рассказываю, кто читал чертоги разума, там так называемые нейронные сети, дефолт-система мозга, сеть выявления значимости, центральная исполнительская сеть. Сейчас этих сетей насчитано более 50. То есть, условно говоря, весь наш мозг, решая разные задачи, вот вы сейчас меня слушаете, вы решаете какую-то задачу. Для этого нужно одновременно активизировать ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту и еще вот ту-ту части мозга. И они у вас одновременно возбуждаются, решая эту задачу. Создавая вот то, что Анохин называл функциональной системой, создавая то, что Павлов называл доминантой. Я это все описывал в предыдущих, так сказать, книжках. Но сейчас мы это видим. Они это, раньше у них теории были, а сейчас мы видим, как это работает в нормальном живом работающем живущем мозге, не мертвом. и не частями. Вот. И дальше, соответственно, задача воспитания нашего, чтобы эти разные сети у ребенка сформировались. Сети, отвечающие за разные действия. Сети, отвечающие за социальную рекогницировку. Сети, отвечающие за понимание эмоций. Это отдельная сеть. Сети, отвечающие там, я не знаю, за то, за то, за то, за то, за то и десятое. Но если ребенок всю дорогу смотрит вжих-вжих-вжих, вжих-вжих-вжих, то он просто этого не сформирует. И мозги становятся дырявые в прямом смысле этого слова. Потому что сеть, которая должна за это отвечать, активизируется, но ей не хватает зон, которые бы туда подтянуть, для того, чтобы он мог концентрировать внимание, выделять главное из, как бы сказать, поля фактов, для того, чтобы, я не знаю, поддерживать разговор, интерес к собеседнику, реконструировать внутренний мир другого человека и так далее. То есть куча вещей, каждый из которых требует такой подготовки. И основная идея новых глав счастливого ребенка, она в том и состоит, что я последовательно рассказываю, как к этапу, к этапу, значит, происходит формирование этих психических функций и каким образом мы можем, условно говоря, навредить этому непомерным, так сказать, безобразием цифровым, или, как мы можем, наоборот, структурировать этот процесс для того, чтобы эти сети формировались. Вот. в поддержку, так сказать, этой педагогической книги я с Леной Алексеевной, московской художнице, написали мы вместе книжку «Как устроен мозг». Сейчас будут еще две книжки, текст я написал, Лена рисует картинки, мы вместе с ней написали, Лена рисует картинки. Вот. Да. Значит, где ребенку рассказывается, как так деликатно, что у него умрут нейроны, если он будет смотреть в iPad. Ну, по-доброму так. но так как и что они с ним еще что-то случится, если соответствующий вот он действий не будет совершать. Вот. И так далее. То есть, моя задача была внутри этой книги дать не только представление о том, как устроен мозг, потому что оно никому не нужно. Вам нужно знать, как он устроится? Да. Не нужно. Это вот реально лишнее знание. да? Но, ну а что вы сможете с этим сделать? Ну, знаете, тут у вас это, там у вас это. Вы же не будете залезать там, черепи, это как бы, нейрохирург, мы нормальные, а нормального человеку зачем знать мозг? Сколько тысяч лет жили, вообще были не в курсе, зачем он нужен, и нормально картины рисовали, книжки писали, кино снимали, все нормально, справлялись, так сказать. Да вот. Поэтому это, на самом деле, повод для того, чтобы донести для детей информацию о том, что они могут развивать свои навыки, они могут быть более успешными, они могут быть более удачливыми, они могут получать больше радости от жизни, если у них будет все в порядке с мозгом. и вот как бы под эту марку собственно говоря и производятся воспитательные процедуры. В следующей книге буду рассказывать как детям как держать эмоции, они же сложно научиться контролировать эмоции или желания, например. Увидели конфету там, или что, мороженое принесли, ну подожди, потом после обеда. Да, конечно, подожду, в чем разговор, да? Вот, значит, сложно научиться контролировать это. И вот следующая книжка, например, тоже рассказывает про устройство мозга, как формируются эмоции, и так далее, и как можно управлять эмоциональным состоянием, что это такое, как от него страдают, как оно возникает, как оно убывает, и так далее, и так далее, и это позволяет добиваться больших успехов, потому что человек, который руководим корой, более эффективен, чем тот, который руководим спонтанными импульсами эмоциональными. Вот. Так что детям начали писать книжки в этом доме. Прекрасно. Если это начать сделать злой, это просто потрясающе, потому что я, честно, в результате, ельком посмотрел книгу, мы, конечно, ребенок еще маловато для того, чтобы ее читать, как и папа его. Но я думаю, что когда мы вывезти, мы обязательно так-нибудь двое уточнем. Спасибо вам большое за крайне интересную лекцию, но мы еще не закончили, уважаемые гости, потому что мы сейчас можем перейти в той части, которая вторая часть гуризонского балета, это, собственно, вопросы из зала. Если они у вас таковые есть, пожалуйста, поднимайте руку, мы дадим вам микрофон. Единственное, что я сразу попрошу вас понять и простить за просто времени у нас не очень много, поэтому часть вопросов останется, к сожалению, без ответа. А нужно ли микрофон? Вопрос только по детски? Ни в чем себе не отказывается. Это страна, в которой нужно задать новые вопросы. Хотел спросить, как вот эти реминанты и сложная индивидуальная детка собирать, удерживать и удерживать тяжесть как бы в детях и взрослым. Если я уже понял, какой я радикал, это внутри, и как это собственно удерживать нерастясть и методики по-танему? Ну, я что скажу? Значит, вообще это великая задача оседлать свой мыслительный процесс. Дело в том, что мысли в нашей голове думаются сами по себе. Вот. Если вы сомневаетесь в этих словах, вот, закройте глаза и попробуйте не думать о розовом слоне. Все, не закрывайте. Это был пешком. Значит, когда мы мыслительный процесс происходит в голове, вы не можете его заставить замолчать. Если вы на кого-то раздражаетесь и думаете про него что-нибудь, то вы можете сказать стоп, стоп, машина, не разражайся, да просто не думай об этом. Чего же он не слушается? Он не слушается, потому что он думает сам собой. Нам только кажется, что это мы думаем, на самом деле в нас думают наши потребности. если сейчас кому-то очень захочется в туалет, то я же провожу всегда эксперименты на любви. Если кому-то захочется сильно в туалет, он будет конечно пытаться меня слушать, но постепенно мысли про туалет будут брать вверх. В какой-то момент все, что я говорю, будет уже сотрясанием воздуха где-то в другую комнату. Почему? Потому что в нас думают эти наши потребности. Я привел очень простой пример, но есть и более сложный. Например, чтобы меня любили, меня уважали и так далее. Когда девушки одеваются утром и делают макияж, они что, ради себя устраивают? Какой просто заниматься галиматией? Это очень муторно, если мужчина я сообщаю, они не в курсе. Это большая работа, труд. У меня есть знакомая, Елена Крыгина прекрасная. Она все рисует, она умеет все рисовать. Я не понимаю, как она это делает. И девушки каждое утро я бриться все смотрю, бриться, не бриться, не бриться, я думаю. А девушки каждый и так далее. они что это делают? По желанию своему? Не по желанию, и в том числе. не нравится замуж выйти. Это конструкция, при которой они не могут в данных обстоятельствах, они идут навстречу к данному мужчине, или в данную будет публичность, и где-то они думают, а гуляй, рванина, а где-то они думают, боже, где же лобутены, понимаете? Вот. И это же они не сами думают, а это как бы заставляет их думать тот мужчина, который воздействует на их потребность, который таким образом вылезает из них и говорит, думай, право, лобутен, думай, право, лобутен, думай, право, лобутен. Вам кажется, что вы сами. Но это кажется, это иллюзия. Вот. Поэтому вообще в принципе подчинить мозг вот интеллектуальной очень сложно. это просто, чтобы вы не обольщались, что это легкий процесс. Вот. Есть, учат мышлению всякие задачки, алгоритмы решать, там, креативное мышление, там, порвите страницу, плюньте в потолок, посмотрите, как стекает. Ну, как бы, масса есть важных предложений по развитию креативного мышления. Вот. Но если серьезно про это говорить, да, то, значит, заставить свой мозг думать то, что, как бы, вам нужно, а не потому, что, вот вы попали в такие обстоятельства, крайне сложно. Значит, главный способ, который даже не требует от вас вообще никаких дополнительных знаний. Ну, вот, у нас в Академии смысла, там, как раз, вот, мы последовательно на каждой степени обучаем эти знания, какие могут быть. Но есть простой рецепт, если вы можете им воспользоваться, вы просто можете экстерном сдать все. Значит, первое, это, абсолютно озаботиться каким-нибудь вопросом, который вы решаете. Ну, вот так, вот, как бы, как вот Витгенштейн, он там решает какой-нибудь вопрос, его сбивает автомобиль, он встает и продолжает, так сказать, дискуссию. Вот, ну, как бы, человек, молодец, ну, вот, он сосредоточился. То есть, первое, это абсолютная сосредоточенность на вопросе, который вы решаете. не просто подумать о чем-нибудь, а решение вопроса. Вы ищете ответ, да, давайте подумаем про мозг. Это не бывает так, так не заработает. Но если вы хотите, например, понять, что в этом мозгу делает вот это, это вопрос. Вы можете им озадачиться. Итак, первая абсолютная задача. Второе, вы должны загрузить все факты, которые только относятся к этому делу, в свою голову. Факт-карты создать, это техника. А я говорю, можете вообще в пустыню выйти без бумаги, без листочка, но правда информацию не загрузите. Ну, ладно. В общем, если не использовать технологий, то просто, если вы постоянно изучаете все с прицелом получить ответ на заданный вопрос, то ваш мозг в какой-то момент сходит с ума и начинает думать это сам по себе. Ну, условно говоря, какой-нибудь Менделеев сидит, и у него, он что, изучил элементы? Он их изучил. Масса какая там, сколько там чего-то там, каких-то характеристик, вот это все, это металл, это газ, это все, куча набор каких-то в голове крутится, крутится, крутится. И в какой-то момент складывается в периодический закон, что вот с такой периодичностью есть повторение этих свойств. При том, что у него были дырки, там вся особенность этой проблемы состояла в том, но он загрузил в голову все, что он знал про эти элементы. Все. И дальше его мозг считал, ну, он их так ставил, всяк ставил, там и так далее, и так далее, без Менделеева. Ну, Менделей время от времени, я думаю, высказал какие-то идеи, проверял их, они не срабатывали. Потом он еще следующий, но он не высказывал идеи, мозг предлагал идеи какие-то. Он их формулировал, смотрел на них, ничего не работало, он дальше и продолжал крутить до тех пор, пока не возникла эта форма. И так с любым ученым. Анри Панкаре написал, я и все, я где, а Панкаре, во, вот, его гипотезу, понимаете, доказывают все, и чем плохо заканчивается это. Вот, ну ладно, так, что я рассказывал? Вот, да, поэтому два вопроса, озадаченность и загрузка всех фактов, относящихся к этой тени. Сейчас проблема состоит в том, что вопросы, которыми мы озадачиваемся, факты, которые к ним относятся, как правило, очень масштабны. Ну, то есть, вот, что вы сейчас знаете про элементы по сравнению с Эйнштейн, с Менделеевым? Я помню, кто-то из Нобелевских лауреатов в какой-то момент пошутил, говорит, пора давать Нобелевские премии тому, кто не придумал ни одной элементарной частицы, не открыл ни одной элементарной частицы. Ну, потому что был период, когда там, как бы, бесконечно порождали просто этих частиц, из которых там все это состоит. То, что мы сейчас знаем про элементы, это бесконечный объем. это очень много данных. Мы перешли во время, когда наш интеллект, если мы просто тупо грузим в него данные, относящиеся к вопросу, не способен их обработать. Их слишком много. Там посчитали, что если, как бы, врач прочтет все все статьи про его болезнь, про одну болезнь, которой он занимается, ему не хватит жизни. Про одну болезнь. Да? Очень много данных. И когда мы были во времени, когда количество данных было ограничено, ну, как бы, у мозга были расчетные мощности достаточные для того, чтобы схватывать. И поэтому сейчас задача не просто, ну, как бы, я намеренно сказал вам, что есть два простых способа. Я намеренно это сказал, потому что ни один, ни другой, как бы, вы не добьетесь результата. Вот. Но они есть. Вот. Да. Значит, вот так вовлечься в мире цифровом, что практически нереально. И второе, это загрузить так интеллектуальные объекты в свой ДСМ, чтобы они были достаточны для решения задач, но не превышали это количество, на которое может обрабатывать мозг. и вот умение обработать информацию таким образом, чтобы собирать необходимое, выделять это главное, видеть эти сборки внутри, как бы, каждого из элементов, которые вы грузите, себе в голове, желая решить эту задачу. Вот это и есть, собственно, новая амбиция и то, чему надо учиться как навыку. Потому что раньше в целом задачи были такие, что если вы дали человеку полноценное академическое образование, он справится со всеми проблемами, с которыми он сталкивается. Сейчас слишком сложно. Вы дадите, если кому-то телевизор, знаете, раньше были люди, ходили, чинили телевизор по квартирам. Они прямо физически могли разобрать телевизор, починить телевизор, собрать его обратно. А сейчас нету такого человека. Потому что если вы будете разбирать этот телевизор, то за каждой из деталей будет стоять огромная научно-исследовательская лаборатория, сложнейший программный аппарат и так далее. Мы просто вошли во время, когда мы не можем прежними способами, прежде достаточными решать задачи. Спасибо большое. К великому сожалению, мы сейчас можем озвучить только один вопрос, потому что наше время практически вышло. Поэтому я, чтобы избежать гнева людского, доверю вам возможность выбрать того, кто вам задаст. кто здесь ведущий? Давайте. Вот девушки вопрос. Вот все. Девушек было много в том направлении. Это как с этими стрелой. Кто погнал, того и когда мы так сейчас очень много курсов для маленьких детей, в частности, там, с кратчей, металл, арифметик и так далее, которые обещают величины, какие-то прорывы ребенка, его компрометительные способности, насколько это эффективно и хотелось бы сейчас ваше мнение. Спасибо. Ну, с моей стороны было бы некорректно говорить, если я не изучал конкретное направление. Поэтому я воздержусь, я вам точно скажу, вообще любые интеллектуальные занятия для детей неплохо. Ну, вот, первое. Второе. Любое время, которое он тратит не за гаджетами, это очень хорошо. Третье. Если в процессе этого обучения есть социальное взаимодействие, это супер. Значит, вот самое главное, чего бы я предостерегал, если это вот какие-то занятия, которые лишены социального взаимодействия. Значит, самое важное, чему мы сейчас должны научить наших детей, это получать удовольствие от взаимодействия с другими людьми. Значит, получать удовольствие они будут через 10 тысяч часов после взаимодействия с другими людьми. Вот. Потому что взаимодействие с другими людьми это труд, сложно, там и так далее, и вы должны научиться. И после того, как вы научаетесь, вы получаете удовольствие. Ну, вот, дети, они как бы Если можно без других детей, они спокойно обходятся. И вот задача, чтобы эти технологии, не важно, что они будут делать, какой-то прорыв, у них мозг, там ничего нет. Ну, как бы, прорыв в дырявом мозге, ну, как бы, будет, конечно, прорыв, но лучше, если он будет решать главную задачу. Главная задача мозга – научиться взаимодействовать с людьми и видеть отношения между ними, создавать эту коммуникацию. Если это получится, у ребенка все будет благополучно в будущем. Спасибо большое. К сожалению, мы вынуждены приостановить вопросы из зала. Сегодня их было всего два, но зато какие были развернутые подъемы? Три было? Три? Да? Три? Два? Один был двух, все, было три. Хорошо, спасибо. Спасибо вам большое всем. Мы сейчас переводим к той части, которая... Спасибо.